Анатолий Анатольевич Баишев, президент Федерации масс-рестлинга Республики Саха, Якутия. Анатолий Анатольевич Баишев, президент Федерации масс-рестлинга Республики Саха, Якутия. Анатолий Анатольевич Баишев, президент Федерации масс-рестлинга Республики Саха, Якутия. Анатолий Анатольевич Баишев, президент Федерации масс-рестлинга Республики Саха, Якутия. Анатолий Анатольевич Баишев, президент Федерации масс-рестлинга Республики Саха, Якутия. Анатолий Анатольевич Баишев, президент Федерации масс-рестлинга Республики Саха, Якутия. Анатолий Анатольевич Баишев, президент Федерации масс-рестлинга Республики Саха, Якутия. Анатолий Анатольевич Баишев, президент Федерации масс-рестлинга Республики Саха, Якутия. Анатолий Анатольевич Баишев, президент Федерации масс-рестлинга Республики Саха, Якутия, президент Федерации масс-рестSQL другого глава. Внимание! Равнение на государственные флаги Российской Федерации и Республики Саха Якутия! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Жиркову Константину Алексеевичу, Даттинский УНУС Муксунову Василию Петровичу, Верхневилюйский УНУС Никитину Владимиру Владимировичу, Амгинский УНУС Слово для приветствия участников и гостей командного кубка предоставляется президенту Ассоциации национальных видов спорта и игр народов Якутии Сахада Спорт, первому вице-президенту Международной Федерации масс-рестлинга, доктору юридических наук, мастеру спорта РСФСР и Республики Саха-Якутия Александру Николаевичу Ким Кимен. Амгинский УНУС Дорогие участники командного кубка Республики Саха-Якутия, для нас очень приятно сегодня увидеть соперничество сильнейших команд нашей республики и именно на этих соревнованиях мы видим восхождение новых звезд. И я хотел бы пользоваться случаем сказать о том, что мы очень гордимся тем, что масс-рестлинг стал общим мировым видом спорта. Позавчера мы провели отчетно-выборную конференцию Международной Федерации масс-рестлинга, где в очередной раз Александр Константинович Акимов избран президентом Международной Федерации масс-рестлинга. Более того, я хотел бы отметить, что семья масс-рестлинга пополнилась новыми странами, в том числе в состав Международной Федерации масс-рестлинга вошла Китайская Народная Республика. Давайте за это мы их поблагодарим, потому что в Поднебесной будет развиваться наш якутский вид спорта и, конечно же, это самая большая страна в мире с огромным населением, с огромным экономическим потенциалом. Также в состав Международной Федерации вступила Малайзия, та же очень хорошая экономика, добрый народ. И у нас сегодня в резерве находятся еще пять стран, которые хотели бы вступить в ряды Международной Федерации. Поэтому сегодня в рядах Международной Федерации масс-рестлинга 55 стран из всех пяти континентов планеты. Более того, я хотел бы отметить, что решением главы республики на основании постановления правительства создан всемирный центр масс-рестлинга, который будет размещаться в городе Якутске, и он будет транслировать высокие идеалы нашего исконно якутского вида спорта на весь мир. И я думаю, что создание подобного рода структур, а также проведение восьмых международных детских спортивных игр «Дети Азии» позволит нам в 2024 году еще сильнее развивать наш любимый вид спорта. Пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить всех ветеранов спорта, звезд национальных видов спорта прошлых лет, за то, что они внесли огромный вклад в популяризацию нашего вида спорта. Ну и вчера мы были свидетелями послания главы республики Сахая-Якутия в адрес государств собрания Илтумен, где он объявил 2024 год годом детства. Давайте пожелаем друг другу успехов. И я хочу отметить, что наш общенациональный лидер Владимир Владимирович Путин объявил 2024 год годом семьи. Поэтому поздравляю вас с наступающим Новым годом, желаю вам всем семейного благополучия и всяческих успехов. Ким Кэхтаг Ол Кайдын! Уруяй Хал! Мастер Двига! Ассоциацией национальных видов спорта и игр народов Якутии Сахада Спорт присвоено спортивное звание мастер спорта Сахада Спорт по масс-рестлингу Харгатхановой Виктории Дамдиновне, Таттинский Улуз. Никаноровой Марианне Игайловне, Горный Улуз. Григорьевой Надежде Маркельевне, Горный Улуз. Никитиной Евгении Петровне, Чуропчинский Улуз. Слово для приветствия предоставляется директору Республиканского Центра национальных видов спорта имени Василия Мончары, депутату Государственного Собрания Иль Тюмен, первому вице-президенту Всероссийской Федерации масс-рестлинга Геннадию Анатольевичу Васильеву. Геннадию Анатольевичу Васильеву. Геннадию Анатольевичу Васильеву. Геннадию Анатольевичу Васильеву. Геннадия Анатольевичу Васильеву. Геннадия Анатольевичу Васильеву. это потрясающий высокий уровень успеха, в том числе, унеметний уровень сложного уровня, где он был толстым уровнем для того, чтобы он был в последующем уровне. Ирина Медвинина Memberdele, в котором создавал Санкт-Петербург, Почетной грамотой постоянного комитета по делам молодежи, физической культуре и спорту награждается Ершов Михаил Михайлович. Министерством спорта России присвоена квалификационная категория спортивный судья всероссийской категории по масс-рестлингу Ермолаеву Егору Иннокентьевичу. Николаевой Горячане Афанасьевне. Сидорову Андрею Прокопьевичу. Поздравляем всех награжденных участников и гостей командного кубка. Для вас поет заслуженный и народный артист Республики Саха-Якутия Владимир Заболоцкий. Слова Ульяны Бурнашовой. Мелодия Владимира Заболоцкого. Мелодия Владимир 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 Заболоцкого. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Награды вручают президент Федерации масс-рестлинга Республики Саха-Якутия Анатолий Анатольевич Баишев, исполнительный директор Федерации масс-рестлинга Республики Саха-Якутия Шарин Владимир Яковлевич, вице-президент Федерации масс-рестлинга Республики Саха-Якутия Каратаев Петр Дмитриевич. Итак, объявляем лауреатов. Лауреат в номинации «Лучший спортсмен среди юношей» 2023 года Антонов Айтал, Амгинский Улус. Лауреат в номинации «Лучший спортсмен среди девушек» 2023 года Ушницкая Марьянна Чуропчинский Улус. Лауреат в номинации «Лучший спортсмен среди мужчин» 2023 года Гуляев Егор Иосифович. Кобяйский Улус. Лауреат в номинации «Лучший спортсмен среди женщин» 2023 года Малукова Светлана Робертовна. Чуропчинский Улус. Лауреат в номинации «Лучший спортсмен среди мужчин» 2023 года Малукова Светлана Робертовна. 2023 года Марков Максим Иванович Медино-Кангаласский Улус. Лауреат в номинации «Лучший спортсмен среди женщин» 2023 года Малукова Светлана Робертовна. Лауреат в номинации «Лучший спортсмен среди женщин» 2023 года Максим Иванович Медино-Кангаласский Улус. Лауреат в номинации «Лучший спортсмен среди женщин» 2023 года Максим Иванович Медино-Кангаласский Улус. Лауреат в номинации «Лучший спортсмен среди женщин» 2023 года Максим Иванович Медино-Кангаласский Улус. Лауреат в номинации «Лучший спортсмен среди женщин» 2023 года Максим Иванович Медино-Кангаласский Улус. Лауреат в номинации «Лучший спортсмен среди женщин» 2023 года Максим Иванович Медино-Кангаласский Улус. Лауреат в номинации «Лучше спортсмен среди женщин» 2023 года Максим Иванович Медино-Каналасский Улус. У нас там было очень известно, потому что играли в народ, и у нас была в ней т.е. Ну и она у нас не произвели. Она самая важная игра, и она не имеет еще на разбор, Но это иначе их они очень хорошо делают и произошли в народе. И мы вернемся в школу. Игорь Петрович 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 Игорь Петрович